Музыка Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays Сегодня будем делать обзор автомобиля Chrysler Town Country В версии Limited Это максимальная комплектация Я бы назвал бы автомобиль мечты Подозреваю, что с подобной комплектацией жители России и страны не сталкивались Вряд ли уже столкнутся Потому что это максимальная комплектация и она крайне дорогая Мы будем рассматривать автомобиль 2008 года Именно с этого года начался выпуск в подобной комплектации машин До 2016 года В 2016 году компания Daimler Chrysler объявила, что прекращает выпуск версии Town Country И с 2017 года выпускается версия Chrysler Pacific Это вообще уникальный автомобиль О нем еще будет снят отдельный обзор Я тут на днях ездил в салон Посмотрел на эту машину, посидел в ней, это что-то Но вот сзади меня стоит машина мечты Мой текущий автомобильчик И сейчас будем его рассматривать В 2008 году был поменен кузов И выпускался он с небольшими изменениями До 2016 года В 2000, по-моему, в 2012, в конце Был сделан рестайлинг Потому что я смотрел машину уже 2014 года Они уже немножко сошли в тропом кузове Были изменения по салону Ну вот такая вот машинка Limited 4 литра двигатель Заглянем вовнутрь Полный электропривод Кожаное сидение Вот такой вот мультимедийный центр здесь С навигацией Правда, на мой взгляд, он немножко проигрывает, конечно, китайским версиям Которые выпускаются для апгрейда на Android или на Windows SE На мой взгляд, здесь управление, конечно, посложнее И хуже, чем реализовано у китайцев Вот, я уже установил сюда вот такое зеркало заднего вида С видеорегистратором Естественно, здесь присутствует камера заднего вида Центральная консоль Куча-куча коробочек Все это сдвигается, трансформируется По стаканишке всякие разноудобные ништяки Вот А теперь Самый главный прикол Опа! Вращающие сидушки Ваш автомобиль превращается вот в такой вот Чуть ли не салон Такого персонального джетлайнера То есть Очень комфортно Заднее сидение убирается, кстати говоря, в пол Вот Ну, я специально одно сидение разложил Чтобы было понятно То есть вот такой вот получается Мобильный офис Или такой бизнес-салон Забыл сказать Все функции Управляются С ключа То есть можно вот Открыть-закрыть И также боковые двери Это управление сидушками Сидушки здесь также автоматическом виде складываются Сейчас вам покажу, как это работает Уберем вначале Столик Чтобы он нам не мешал Уберем вначале 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 Посмотрим с другой стороны Ну и вот тут вот так можно комфортно устроиться И путешествовать на большие дистанции Здесь вот такой вот удобный боксик Для всякой разной мелочевочки Климат-контроль Подстаканники всякие разные Да, кстати говоря В этой версии центральные стекла Вот эти вот опускаются Здесь есть привод А в случае если светит солнышко Можно вот так раз и закрыть шторочку Кстати говоря, шторочка типа всему периметру И еще вот здесь тоже бокс Для всякой разной мелочевки Еще один полезный ништяк Располагается вот здесь Уже встроен автомобильный преобразователь На 110 вольт Вы можете подключать сюда Небольшие устройства До 150 ватт И еще один прикуриватель Для зарядочек То есть здесь можно Весьма-весьма с комфортом устроиться Ну и соответственно Всю эту вот тему Можно трансформировать В нормальный салон Сейчас мы это сделаем Продолжаем рассказывать про ништяки Вот здесь вот такой замечательный Светодиодный фонарик Который заряжается Если вы потеряли ключи Или нужно что-то подсветить вам Снаружи машины Достали фонарик Попользовались им И он зарядочкой Выключили И поставили Гнездо заряжаться Крайне очень удобная штука Такая полезная Крайне очень удобная штука Крайне очень удобная штука Крайне quite heavily Крайне-ме kids Крайне pretty Крайне pretty とか Крайне Но И Б Еще приятная вот такая штукенция В подголовнике встроены независимые DVD проигрыватели То есть каждый человек может смотреть Свой канал Ну и соответственно подключив наушники Чтоб друг другу не мешать Каждый сможет свою передачу Вставил свой диск И может свою передачу смотреть Фактически это полноценный DVD мультимедийный проигрыватель С ходами для подключения игровых консолей Картридером на MMC SD карту Подключением USB Инфракрасным портом То есть ну вот так вот полноценное устройство Во втором подголовнике его дублер Для второго пассажира Посмотрим что находится под капотом Четырехлитровая V6 Вообще крайсер упускает различные вариации двигателей Есть даже которые работают на Flexioil Это биотопливо То есть можно использовать E85 бензин Достаточно разумные экономические двигатели Удобное управление Фактически такое же как у всех люксовых машин Можно поднимать и опускать Вверх, низ, лево, право Все позиции крайне удобно То есть водитель себя чувствует очень комфортно Несколько режимов памяти Вот Климат-контроль Двухзонный для передних сидений И еще отдельное управление для пассажиров Которые сидят сзади Стандартный привод для компакт-дисков DVD воспроизводит тоже Естественно встроенный GPS Нажимаем на Navigations Но на мой взгляд Система немножко более замороченная Чем в iGo Или чем у Garmin Здесь конечно нужно немножко напрячься Чтобы запрограммировать маршрут движения Мне в этом отношении китайские устройства больше нравятся Они более интуитивные И более легко управляются Если вы хотите Закачать музыку Вы можете подключить сюда USB флешечку Здесь встроенный жесткий диск на 30 гигабайт И спокойно можете закачать свою музыку в плейлист Ну и конечно самая прикольная штука Вообще в принципе в минивенах она крайне редко встречается Это люк Удобная достаточно вещь Когда ешь на большой дистанции Чтобы не продувалось боковых стекол Включаешь люк Открываешь его И соответственно Происходит вентиляция Удобнейшая вещь конечно Но почему-то производители в минивенах Очень не любят ставить люк Считают что это избыточная вещь Но конкретно в этой версии Это очень прикольно То есть вот такой замечательный автомобильчик мечты Учитывая что это 4 литра Не светит этот автомобиль Гражданам России Не светит При ваших Возных пошлиных на иномарке И при том что сейчас у вас происходит Вот эти вот всякие законы Обязующие Установку Вот этой самой дебильной Российской навигационной системы Это конечно адский ад Я почему так иронизирую Потому что у меня самого В Москве в свое время Был автомобильный бизнес Небольшой такой Как раз занимался минивенчиками Вот И в один прекрасный день Благодаря товарищу Путину Бизнес прекратил существовать Как и у большинства перекупщиков Которые сидели на европейских поставках Я сидел на американских Вот И опаньки Все приехали До свидос Поэтому у меня Как бы Персональная ненависть Господину Путину За вот эти вот Временные Введенные Ограничения Возные новые пошлины Два раза Временных водил Вот Ну Гореть ему в аду Думаю что На том свете Ему подготовят Специальную сковородочку Вот С каким-то специальным покрытием Чтобы зад подгорал Особо Изощренным способом Вот Ну А Как бы Жду ваши комментарии По поводу этой машинки И вообще Всем хорошего дня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому